Вечернее шоу Аллы Доблатовой А и так, Регина Тодоренко, Влад Топалов, ребята, привет! Добрый вечер! Добрый-добрый! Я, можно, похвалю вас за песню. Хорошая песня, прям отлично. Можем даже аплодировать. Да, да, молодцы, молодцы! Спасибо вам за неё, от имени слушателей. Можете попросить, у нас буквально вот в субботу закончился очередной этап золотой граммофон. А мы, знаешь, я вот хочу воспользоваться возможностью сказать большое спасибо Русскому радио, что нас поддержали, и эту песню вы поддержали, она понравилась. Сергей Викторович Балдин, спасибо большое, мы очень благодарны. И вот, Регина, своим вот этим вот, как ты умеешь, слушателей попроси, чтобы они голосовали, чтобы в следующем году граммофончик получали. Дорогие наши, голосуйте за нашу Слава Михайловича музыку. Мы будем выпускать ещё треки, если вы будете хорошо голосовать. Спасибо огромное. Ну, правда, ну, действительно, ну, хочется ребятам. Влад, сколько лет прошло, как ты получал золотой граммофон? Ну, давно. Много-много, больше десяти. Ну, конечно, мне кажется, пора... Ты вообще любитель в дуэте это делать? У вас тоже, по-моему, вы спелись, у вас хороший дуэт не только личный, но и вокальный. Ну, в общем, я вас похвалила. Я просто вообще никогда не получала золотой граммофон. Ну, вот, тем более. Поэтому, если действительно песня зайдёт, да, к нашим слушателям, и она окажется в золотом граммофоне, то, естественно, 20 недель продержаться это непросто, но продержались и вышли уже герои. Да, да. Так, ну ладно. По поводу этого дуэта. Чья была идея? Это я тебе ведь подсказала, да? Ты помнишь? Да. А-а-а. А, извини, да, я не помню, я была глубоко беременна тогда. Она была у меня на эфире в Атриуме, и она говорит, я так хочу петь. Ну, действительно, она и в голосе пыталась, и там, и сям, и сколько она на бэк-вокалах. Я говорю, у тебя шикарный голос, тебе надо петь. Она говорит, я сама это знаю, Аллочка, без тебя. У неё хороший голос. Она говорит, я очень хочу, но... Нет времени. Да, я говорю, ты возьми Влада. Я говорю, сделайте с ним дуэт. Что, ты не помнишь этого? Я на самом деле очень рада, что муж меня спродестировал, наконец-то, и спродестировал этот трек. Получилось вообще классно. Это кто написал её? Написала песню наша хорошая подруга Даша Кузнецова, Дарья Кузнецова, не знаю, как правильно, как она хочет, чтобы её представляли. Она много пишет хороших песен для наших замечательных артистов разных. Мы давно об этом говорили, как-то мы это имели в виду, но никогда этим не занимались целенаправленно, намеренно, каждый день. Вот мы не искали специальную песню, срочно давай выпустим, вот тогда-то, тогда-то. Мы знали, что мы глобально не против, если будет... Срастётся, да. Срастётся, да, то сделаем. И нам попалась эта песня, Даша нам предложила. Нам она всем, в принципе, сразу понравилась. Хочется сказать спасибо Нине Пономарёвой, которая тоже помогла нам это всё сделать. И мы, собственно, её записали, сделали аранжировку, и вот результат налицо. Мне кажется даже, что лично с моей стороны мы даже больше сделали это для родителей, потому что они так давно ждали, когда же мы вдвоём споём. И после запуска песни я тебе не рассказывала. Папа в тот же день прослушал часовые пояса 132 раза. Мама говорит, я больше не могу, ну там же показывает количество раз прослушан. Мама говорит, ну если честно, очень хорошая песня, но я уже больше не могу её слушать. 132 раза. Твой папа, давай ему отдельный привет передадим. Папольчка, я тебя сильно люблю, мы тебя очень любим. Спасибо тебе, что ты самый ярый наш слушатель. Не, ну вот дождите, теперь ещё и наши слушатели, возможно, будут. Кому слабо? Как это называется? Переиграть. Переиграть рекорд. Да, рекорд, побит рекорд Регининова папы. Слушайте, ребят, мы сегодня выпускаем «Птицы с души». Это вот про те дела, которые мы всё давно хотим сделать, но по каким-то причинам откладываем. Птицы с души. Да, я знаю, что у тебя есть свои в душе птицы. Вот что ты откладываешь, Регина? Так, откладываю я уборку в доме. Так. Расхламление. А, я устрою скоро барахолку, кстати, своих вещей, наконец-то, которым 29 лет. Так, что ещё? Откладываю, кстати, я откладываю спа, откладываю всякие разные уходы, откладываю массаж лица. Я много чего откладываю, сейчас я подумала. Да, вот. Сиди дальше, вспоминай, Влад, а что ты откладываешь? Хорошего? Что тебе хочется? Хорошего я откладываю уделить время родителям своим. Я откладываю завершение нескольких музыкальных композиций, которые у меня лежат уже месяца 4, наверное, с пандемией. И я всё никак не доеду до работы как-то закончить музыку. Всё. Всё у меня, у меня вроде всё нормально. Мы вообще всё успели за этот год, если что. Ну, я, да. У тебя, судя по всему, ещё есть там чем позаниматься. Я откладываю маникюр и педикюр. Вот это я тоже часто откладываю, да. Слушайте, ну хорошо. Очень плохо. Очень плохо. Очень плохо. Очень плохо женщины, нельзя откладывать. Нельзя. Да, нельзя. Спиляцию, маникюрка, спа, нельзя откладывать. Нельзя. Мы, мужчины, очень к этому внимательны. Что? Внимательны? Мы внимательны, да. Мы сидим. Нет, нет, ты просто не живёшь с Исламом Михайловичем. Ты просто не живёшь с Исламом Михайловичем. Просто он, ну, ухаживает за собой гораздо больше, чем я и чаще. А это видно. То есть мужчина, который... Моя повлада, это видно. Он не выйдет, не выйдет из душа, там, пока у него не будет начисто выбрит подбородок. Он не выйдет из душа, пока у него вот что-нибудь чистенькое кремом намазанное, везде смазанное. Просто этот человек самый чистоплодный, которого я знаю, самый педантичный, у которого трусики на полочках лежат под цветом. Там футболочки по цветам, всё выложено, отпаренное. Это он не сам тело? Чёрное с чёрным, белое с белым, подожди. А чёрное... А, подожди, а цветные в другой стопке? А он боится, что покрасится, понимаешь? Это невозможно, невозможно. Ты принёшь? Твет, я мама этому научила? Папа, папа, дева у меня. Порядок вещей от папы, сто процентов. Вот педантичность, это, да, это от папы. Слушай, ну у тебя и мама такая же. Очень организованная. Безусловно, но папа прививал... Очень дисциплинированная. Папа прививал вот эту любовь к порядку, у него было всё по полочкам, духи, всё одеколон. Ну, то есть по сравнению с Василом Михайловичем, я обезьяна из тропиков. Да. А Влад Топалов, Регина Тодоренко, мы сейчас очень активно обсуждали в эфире. А музыкальное творчество детских коллективов. Ну, вспомнили, не посеты, вспомнили нашего общего друга Женю Орлову, которого очень классная детская Республика Китс. Республика Китс. Это ваш бывший продюсер Смэша. Да, Женя, если он вдруг нас слышит, хочется сказать огромное спасибо ему и низкий поклон за всё, что он для нас делал. Фантастический человек, талантливый, добрый, хороший. Но сейчас мы говорим про ваши семейные дела. Скажите, на домашние дела у Влада хватает? Вот ты классно рассказала, как Влад за собой ухаживает, а вот на мужские домашние дела хватает у Влада времени. О, вы не представляете, как Владислав Топалов моет посуду. Как? То бела, даже если она чёрного цвета или коричневого тарелка станет белой. А вот что ты делаешь, кроме мытья посуды, с удовольствием по дому? Я с удовольствием чищу обувь. Я с удовольствием... Свою или... Свою, исключительно. Но могу ещё ребёнка. Не, я просто люблю, в принципе, чистую обувь. У меня вся атрибутка. Так, хорошо, что ещё? По дому я с удовольствием собираю какие-то детские игрушки. Вот самокат сейчас нужно собрать. Я чиню, если нужно, там, лампочки, пол, подкрутить, дверь, не дверь. Ну, то есть всё, всё. Не-не-не, не обманывай, не всё. Я далеко не всё умею, честно признаюсь. Иногда приходится просить специалистов. Но я просто боюсь, надо лезть в электричную. Ну, вот, неделю назад фильтры поменял дома, неделю назад. А тебе не приходится пилить его? Пилить? Да, за что-нибудь. Слава богу! Давай, давай сейчас, слава богу, этому. А ты боишься, что визуально, да? Мне повезло. Регина, во-первых, безумно добрый человек. Она не конфликтная. И мы с ней умеем, тфу-тфу-тфу, вроде как умеем потихоньку разговаривать. Мы недавно прочитали классную фразу. Сейчас, как же, ты говоришь, блин, простите, ты слушаешь, что не чтобы понять, а чтобы ответить. Вот, мы так сошлись, что-то интересное, что надо слушать, чтобы понять, а не чтобы просто ответить. Да и мы живем по принципу, если тебе мешает, убери сам. Нет, Регина так живет. Да. Но теперь мы понимаем, почему Влад моет посуду. Да нет, потому что не мешает. Я, когда первый раз оказался в квартире Регины Петровны, человек заходил, а вот она сейчас так делает, она заходит, и она с двери начинает все вот себя снимать по ходу, и вот где оно падает, и там оно остается, может остаться надолго. Самая интересная ситуация в последний раз, буквально вот это было там пару дней назад, Регина приехала поздно со съемки, и я с утра, когда я стою раньше всех, я с утра встаю, спускаюсь вниз, а входная дверь просто начнет. Просто, просто, я думаю, что-то холодно везу. Я ждала гостей. Просто входная дверь, Настя, просто человек, просто там сумка, открыта дверь, сумка, ботинки, и вот так вот шуба, и там дальше там шар, перчатки. Вот, поэтому вот почему я убираю и мою посуду, потому что мне это нравится. Я просто ждала Деда Мороза, вот и все. Я хотела с Региной Тодоренко и Владом Топалом поговорить про Новый год, у меня специальные новогодние секретики, Блиц, но мы за эфиром узнали о том, что у Регины есть супер-пупер талант. Один. Какой талант? Один. Надувать воздушные шары. Издувать их. И Регина будет делиться лайфхаком, как это делать. В принципе, все, спасибо, вот и мой талант. Короче, Регина гениально собирает чемоданы. Ой, мальчика дорогая. Это то, что не умеют профессионально и качественно делать многие люди. Я не умею, например, собирать чемодан, я собираю в последнюю секунду. Да? Да. Нет, у меня... Что сложно, ты понимаешь, насколько ты едешь, соответственно, тебе надо там 7-7 пар трусов, 7 майкс, там 2 пар джинс. Нет, нет, все не так. Нет, ну давай все не так. Давай, да, вот у меня спросим. У меня есть помощница, Леночка наша, Реод, и она, когда отправилась в путешествие, увидела мой чемодан, она чуть не упала в обморок. Она говорит, я такого чемодана никогда не видела. Большой? Он большой, но в нем все как в шкафу разложено. Очень вот как у тебя на полочках, Владислав Михайлович, так у меня все... Чемоданья. Целый дом, да. Все по секциям, все в прозрачных специальных герметичных пакетах и негерметичных, чтобы все было видно. Здесь кофточки, здесь брючки, здесь разные девайсы какие-то, плюс игры. Плюс сейчас я еду с ребенком, значит, это список из 150 наименований. Лекарства, надувные круги. Свечи. Свечи, какие? Настольные, ректальные, все. Там списки есть разные. Списки есть, правда, разные. Свечи жаропонижающие. И такой же мини-комплект travel идет в рюкзак, практически идентичный тому, что находится в чемодане, потому что зачастую авиакомпании, где очень маленькие свечи. Потому что авиакомпании очень часто теряли мой чемодан. Да ладно. Постоянно. И приходилось сниматься в том, в чем приехала, в том, в чем уже три дня до этого путешествовала, либо покупать что-то на месте. А всегда это очень обидно. А некоторые чемоданы возвращались ко мне аж через месяц. И когда оттуда вернулось, ну как, месяц, ну, три недели, но я люблю из путешествий привозить еду. Еда вся была испорчена. Три недели, и вы знаете, ну, как бы мясо превратилось в вяленое относительно. Сыр в хорошо настоявшийся. Да, понятно. Вот это ужасно. Это ужасно. Я не буду тебя спрашивать, кому ты подарила эти продукты. Я лучше, мы лучше перейдем к Блицу. Да. Итак, новогодние секретики Блиц. Мы отвечаем как, по очереди оба. По очереди и коротко, да. Кто в вашей семье главный Дед Мороз по числу исполненных желаний? Ты, Владислав Михайлович. Который исполнил для кого-то или для себя? Для кого-то. Владислав Михайлович. Наверное. Не почему, а ты оба. Нет, нет. Порвну. Это только потому, что я чаще прошу. Порвну, порвну. Порвну, хорошо. Кто лучше предугадывает желание? Регина. Я? Предугадываешь абсолютно точно? Да. Я... Но тебе очень странные вещи нужны. Мне? Подушка какая-то, круг какой-то. Шарков, да. Вот расскажи, как ты... Луи Виттон или какой ты шарф вернул? Это из Георгии. Ну, и что? Я ей подарил такой шарф прекрасный. Очень дорогой. Да не дорогой, просто красивый, хороший. И он теплый. А она такая... Ой, покрывалься. Сдай обратно, пожалуйста. Подари мне прыжок с парашютом. Да, прыжок с парашютом. Да, поэтому мы договорились, что мы прям просто каждый раз перед праздником какие-то мы говорим заранее друг другу. Потому что она тоже сложнее угадывает меня, и я вообще не могу угадать ее. Так, ну ладно, давайте с Блицем все понятно. Мы продолжим этот Блиц сразу после песни. Так, ну что, у нас новогодний Блиц продолжается. Регина и Влад. Давайте, давайте. Давайте. Кто больше ест? Я. Кто больше спит? Я. А кто быстрее засыпает? Я. А она. А после секса кто быстрее засыпает? А, об этом мы узнаем сразу после короткой рекламы. Новогодний Блиц продолжается. Слушайте, ребят, вот скажите, кто больше тратит денег? Ой, ну у нас как-то так это общие, общие, общие траты на наши нужды, правильно? Не, ну правду говоришь, чего ты дышишь-то? Не, ну папа, папа, наверное. Не, смотря на что, если это шоу мое, то это огромная сумма за месяц может быть потрачено до 4 миллиона рублей или 5. Если это на какие-то свои собственные нужды, то, скорее всего, это ты, всякие рестораны, походы, дни рождения. Вообще не знаю. Я что-то даже не знаю. Ну ладно, хорошо, я вас замызла. А чьи планы на будущий год круче? Пока ее. Какие у тебя планы? Ну в космос собираетесь. Я хочу в космос прилететь. Так. Так. Хороший план. Но сначала к врачу сходим. Сначала к врачу сходим, да. Я просто увидела кастинг на Первом канале, что ищут актрису для съемок первого фильма на МКС. Вот я хочу попробовать попытать счастье, а вдруг получится. То есть ты хочешь вот прям реально туда? Да, да. На 4 месяца в Звездный городок там будет сниматься. И по всей видимости подготовка большая, ознакомление со всеми девайсами, приборами. Вообще, как мыться, как бриться, как ногти подстригать, это там такая, там просто жесть. Я посмотрела недавно всякие видосы на Ютьюбе, что люди моются этим жидким мылом, ну как протираются полотенцем раз в 4 дня. Я думаю, господи, какой ужас. Но зато там практически не потеешь. Слушай, а тебе не страшно? Вы видели, как они в туалет ходят? Нет, не видели. Там специальная трубка, которая высасывает. С ума сойти. Просто потому что ты не чувствуешь притяжения, извините. А тебе не страшно? Пока нет, я же не знаю, как там. А что страшно? А вдруг не вернешься? Не, ну я вернусь. А вдруг сломается? У мужа день рождения, 25 октября, я точно к этому времени вернусь. Нет, ну а ты ему прям реально ее можешь отпустить? Ой, можно я скажу, что ты мне сказал? Да. Я когда рассказала Лаславу Михайловичу о своих намерениях, он говорит, я буду тобой очень гордиться. Да? Я чуть не расслабилась. А она тебе так надоела? Ты ее хочешь, но она уже отправит. Нет, я просто считаю, что это величайшее достижение. Я бы сам полетел бы и сам бы просил. А почему сам не летишь? Так там женщина нужна. А, ну ты проси с мужем. Там только два места. Нет, я с сыном останусь, я сына не брошу. Я ребенка не брошу. Ну кто-то один должен остаться с ребенком. Ну хорошо, а скажи, а какие у тебя планы на будущий год? У меня на будущий год какие планы? Такой вот глобальный. Они, мои глобальные планы не связаны с музыкой, как это ни странно. Да. Так, а чем связаны? Вот пока не хотел бы говорить, это вообще никак не связано ни с радио, ни с музыкой. Вот, но музыка в планах, мне хочется закончить некоторые песни, которые я все пытаюсь закончить. Ну вот, у меня пока с музыкой почему-то в последнее время новые. А личное, в личном плане что-то у вас есть такое совместное в планах? Да, конечно. Вы хотите еще ребенка? Да. Ну подожди, а как это совмещается в космос? Ответа нет у Регины Петровны. Где первым ответ придет, там будем работать. Да, да, да. Молодцы, хорошо. Ну что, играть будем? Да, конечно. Тогда сразу после песни мы поиграем. Да. Друзья, играем, играем с Владом Топаловым и Региной Татаренко. Хочется уже какой-то пикантности. Конечно. Ну давайте сначала про... Жаришку, жаришку. Она правда с открытыми глазами целуется? Ну надо у Романа Костомарова уточнить, со мной редко. Не выдумай, давай. А ты как будто с закрытыми целуешься. С Романом только с открытыми. Вер. Ну что? Ну что? Ну как, он привык? К чему? По-разному бывает. Нет, по-разному. Но иногда хочется смотреть в глаза, чтобы не понять, попасть. Что? Так, ладно. Известно, что в вашей паре Регина всегда за любой кипиш, а Влад любит от всего отказываться. Сто процентов. Сто процентов. Вот сейчас вам игра. Регина, ты ему даешь такие... А может я не буду играть? Нет. А я сразу всегда говорю да, а ты всегда нет. Нет, вот ты делаешь ему такие три предложения, от которых он не сможет отказаться. А с тобой наоборот. Ты делаешь ей такие три предложения, от которых она откажется. Все, поехали. А сейчас прямо? Да, прямо сейчас. Я должна придумать их? Да, прямо сейчас, давай, да. Я... Какое предложение? Только не летим на Бали и лежим дома, смотрим сериалы просто. Нет. Так, дальше. Я забираю сына на МКС. Нет. Ай, блин, неправильно. Ага. Он должен согласиться. Ты забираешь сына на МКС. Нет. Пока 2-0, я выиграю. Блин. Давай. А мы убираем вот эту елку и больше никогда не ставим в дома елку. Блин. Ну нет. 3-0. Ну давай, Регин. Ну что ж такое? Меня не генерирует совсем. Да почему нет? Мне надо, чтобы он согласился. А, точно, Берти. В Кению поехали. Ты... Мы едем не на Бали, а в Кению. Нет. Да. А, ты же должен мне сказать, чтобы я согласился. А, да. Я тебя избил. Ты ее подставил, что ли? Нет, я перепутал. Я сбил ее. Мы... Ну что? Я, ясно тебя скажу. Я лежу дома, смотрю сериал, пока вы отдыхаете на Бали. Да! Выдал сам себя. Да! Ладно. Что ж такое? Регин. Па-па-па-па, я проиграла. Регина, не расстраивайся, он более опытный. Он уже сколько лет в шоу-бизнесе, ты делаешь только первые шаги на тоненьких, хрупких ножках. Ну ничего, мы тебя научим, мы тебя заточим, не переживай, зато ты очень хорошо поешь, мы сегодня это слышали. Да, ребят, приходите в гости почаще, с вами очень весело, классно, вы настоящая, клевая пара. Спасибо, спасибо, с огромной довольствием, всех с наступающим Новым годом, не болейте, всего вам самого-самого хорошего и счастья вашим детям. И оставайтесь со мной, в следующем часе будет тоже хорошо. Вечернее шоу Аллы Довлатовой